Первые цветы у вечного огня появились ранним утром. Вместе с челябинцами мемориал памяти посетил губернатор. Сегодня они вспоминают тех, кто ровно 79 лет назад в 4 утра услышал страшное слово «война». Подвиги южноуральцев, которые боролись за победу, теперь можно увидеть только на снимках. Здесь фотографии боевого пути у нас представлены. Конечно, там гвардия и член экипажа Марченко, то есть улица Марченко. Они участвовали во взятии Львова, ратуши. Вот здесь на рисунке изображена ратуша. И многие там погибли, устанавливая красный флаг на ратуши. Отдал дань уважения погибшим и председатель законодательного собрания Владимир Мякуш. У спикера парламента отец прошел всю войну, а мама работала на заводе, который выпускал снаряды для фронта. Я всегда помню, когда разговор заходил о войне, у отца на глазах наворачивали слезы. Конечно, ценой огромных усилий, потерь, около 28 миллионов человек было потеряно, советских людей. И как дань уважения, памяти, мы безмерно в долгу перед тем поколением. Война не обошла стороной ни одну южноуральскую семью. В этот день торжественные мероприятия из-за коронавируса не состоятся. Но большинство челябинцев пришли выполнить свой долг и почтить память предков. У меня погиб отец под Ленинградом, на Синьявинских высотах, в огромных сражениях. Так что я обязан. И ему спасибо. Ни плохих, ни хороших, ни средних, все они по своим местам. Где ни первых нет, ни последних, все они опочили там. И вот у меня такая мечта, чтобы не принужденного, не всякого регламента, вот объявить, что 22 июня ровно в 6 часов пришли просто, кто хочет, и почитали стихи о войне. Сегодня, сразу после полудня, по всей России была объявлена минута молчания. На 60 секунд в Челябинске прервали теле и радиовещание, остановился транспорт и некоторые предприятия. Наталья Петрухина, Павел Чащин, 31 канал.